Вы даже еще и будущие или текущие. Что делать, такой ситуации? Может быть, надо поговорить просто? Нет между игроками? А не просто сидеть и драфтить и пытаться выигрывать то, что у вас не получается выигрывать? Ну, как будто в западне какой-то оказались гигслейт. Мне кажется, им нужен какой-то, ну... Не знаю, по щечу. Да, рефреш какой-то нужен. Ну, команда-то свежая. Там есть A.U. Он, вроде как возрастной игрок, должен, наверное, дать там либо по щам своим тиммейтам, либо... Не, ну блокалисты нормально все, они выигрывают. У них все хорошо. Ой, куда... Все, ладно, ребята, извините. Да, я посмотрел. Не знаю, кто тогда должен в команде гигслейт. Да, с Кемберлоу, по-моему. Наверное, он самый возрастный. Самый опытный, но при этом достижений-то вообще никаких за карьеру особо нет. Ну, нужен, знаете, какой-то 7 в команде всегда. Бэтрайдер. Опять. Уже в первой стадии. Они решили, что очень хорошо идет. И этого героя нужно зарытить пораньше. Я не знаю, Рубик, кстати, в пуле. Тренд в пуле. Они против Элины решили эти герои не брать. Ну, Тренд-А не очень хочет собрать, да? Ну, Тренд-А ты крадешь, мне кажется. Можно забрать Рубена вообще с кайфом, по-моему. Ну, да, я не... Хороший герой против Клака на линии. Хороший герой против... Ну, не самый плохой против Бета. Поэтому... Шатаф Энтекс в моей Монике, говорится. Тот же Тусик есть наверх. Ну, Туск... Худвинг? Хотя, да, можно. Почему нет? Или мы пятерку прям Клини сразу поставим? Просто Худвинг тоже. Для Тимса хороший персонаж. Просто Тренд плевать. Не плевать. Ну, это прям база. Типа Лина-Тренд. Ну, в Бэтрайдеров Клокверка Трента. Ну, да, неприятно. Но Бэтрайдер... Посмотрим. Они... Может, его зафлексят, и это будет Форс, и тогда шансы появятся на победу. Где он тоже подумал, что Форс на Бэтрайдере может показать, как играть? Так, Шекокс, ты отсядь подальше, сейчас я покажу, как надо. Или встань сзади, посмотри, просто пока играю. Такое может быть. Что у нас? Нас наверх для Блэклист-баны Урсасларк должны быть, по сути? Самое забавное то, что Гекслейд, они забанили Бурду и Мирану. Типа, Мирану они рейтят больше, чем Лину, получается. Такое себе, мне кажется. То они игнорят полностью эту герою, но Блэклист, видимо, не игнорят, они просто вот им дали ФП Лину, они её забирают, они ничего не придумывают. Думают, ну ладно, посмотрим, как бы нас законтрить. Но Бурды в этом уравнении больше нет, потому что игре была Бурдуаннер, они захотели отвечать Лине на Бурду, но хотя не вижу в этом никакой вообще логики. Ничего такого на самом деле. Хороший бан Пака, Спектра. Ну вот такие типичные баны против Лины. Какой-то Магнус остался, но Магнуса вроде особо некуда брать, да, Гекслейд? Ну не то, чтобы это прям прямая контр Лины, но я знаю, что очень многие команды, особенно там в Восточной Европе, любят Магнуса против Лины попикать. Ну потому что есть возможность её как-то законтрить в Лите, когда она на шмотках. Так же и с Энигмой, та же самая история, тоже по идее неплохо ланит и в принципе по игре потом всё, что тебе нужно сделать, это Лину в Блэкхолл поймать, если нет больше контрей, но тут уже есть и тренд, который, кстати, ульту может сбить. Вряд ли будет Энигма. Не, Энигму, да, Энигму не хочется. Сейчас интересно, забанят ли они Панга. Я тоже, кстати, об этом сейчас думал, потому что вот эта связка Лина-Тренд-Пангольер, у тебя для Лины такое пространство в файте, когда у тебя есть эти два героя, что ты просто всех расстреливаешь. Ну не хотят банить Панга всё равно. Ну, есть Рубик на 15-й, ну да, собственно, его пропустили. Не хватило банов для этого героя, нужно было коров убирать, который пострашнее выглядит. Может, дровку и не стоило банить? Не так прям, наверное, и суперсильно против Лины? Ну, не, она неплоха против Лины, на самом деле. Перебивает её, на самом деле. Ну, перебивает, наверное, на равных слотах. А равных слотов у Лины и у дровки мы никогда не увидим. У дровку легче запрешерить, в любом случае. Лина такой герой, который просто бегает по мапе быстренько, а дровка она менее, ну, более статичная, что ли, как мне кажется. Что, таска берём? Таск Панга. Ну, я бы брал Панга и Ходвинг, что-то типа того. Ну, или снэпка. Снэпка Панга тоже нормально. Сейчас посмотри. Ну, Карл нормально матча подставил против Бэтрайдера, он даже там по Крипстал туда. Да там Кокс на Бэтрайдере, ребят. Ну, понятно. Что, ну, сколько раз повторять? Ну, так надо повторить, а ну, что, ну, вторую карту просто забрать, аккуратно взять Панга, в чём проблема-то? Тогда, да. Я скажу, забираем. Нет, для хорошей игры нужно всё-таки поверить то, что не Кокс будет играть на Бэтрайдере, сейчас Форс пойдёт в оффлейн, постакает там Трента, может, даже убьёт его пару раз. За пачку пойдёт, за Тавр покачается. Иначе это будет 2-0. Либо... Парча нет, Вера, да, у вас в Коксах? Да нет, Форс играет на Бэтрайдере, точно. И он, по-моему, играл через Транквилл БЦ, там вот, ну, это всё. Да, да, такой билд. Блин, Форсик? Да, да, да. Снэп Тинни. Ну, мне Пангалер намного больше нравился, чем Тинни. Угу. И он, видите, получше стоит. Против Рубика, может, не захотели брать, но хотя бы так оси. А, я понял, Блэклисты байтят специально, чтобы Кокс пошёл на мид на Бэтрайдере, понимаете? Типа у тебя выигрышный матчап, чувак, бикли, да? Да, биклик, давай, давай. Ну что, надо, кора надо брать? Сларк остался у нас из коров. Сларк... Хотим ли мы против Тинни, против снайпки Сларка пикать, у которых много АОЕ урона в невидимости? А что, кроме Сларка? Найкса, что ли, брать? Ну, он Лину не перебьёт. Морфа? Нет, нет, только не Найкса. Морф плохо против Тинни, снайпки Лины. Остановись. Так, давайте, а какие-нибудь адекватные варианты? Да нет, ну, террор блейд. Ну, походу, Морф, нет? Ну, ТБ, вся пленя плохая, остальная. А, тролль. Ну да, да, Макс уже предложил. Троля. Если будет тролль, тут сразу можно. Дальше драфты не смотреть, передавать слово комментаторам и выходить в чили. Нет, кстати, я больше не чувствую никакой связи с Гигслейт. Я не понимаю, что они возьмёшься. Связь нарушена. Смотри, нужен герой, который садится на Лину, правильно? Скрин, что ли? Да. Скрин. Это наш герой. Короче, надо пикать Магнуса, ставить Батрайдер в оффлейн, Магнус, Мид и брать на 24-й какую-нибудь закрывашку под Эмпауэр. Ну это... Фантом, Ассасин. Опа. Вообще, выглядит как... А почему они панга сами не могут забрать? А? Панга неплох. Ну, против Лины тяжеловато на панга играть, она расстреливает его. О, да, кстати, против Лины. Это то, что выигрывало против Лины, я помню. Да. Есть такое. Кто играл? Не вспомнишь, чей матчап был? Лина не переформила Темпларк, а кто Пларк на стаках вывезла себе Фаст Дизоль, она просто Лину с руки убивала. Это было в Восточной Европе точно? Это либо Liquid. Liquid играли с Темпларкой. А, это Лины. Против Лины. Возможно. Я несколько матчапов таких помню за DPC. Микки играл на Темпларке, а Ниша играл на каком-то... Тут на Тусике, наверное. И на Восточной Европе тоже такое было. Нет, Темпларк это... Ну, идейно это неплохо вроде. Да. У нас есть кому постакать? Идейно посмотрим, куда пойдет бэтрайдер, и от этого будем отталкиваться, да? Да, но есть подозрение, что Темпларк это... Наверное, темп против Лины. Не могу себе представить, как на какой-нибудь 30-й минуте Темпларка может там уже эту Лину перебить. Когда Лина там настакает себе эти 7 пассивок, просто перебьет. Ты опять, да, один на один, и они у тебя встречаются где-то? Ну, конечно. И вот Лина набила темпотевок. Да, проблема в том, что Power Spikes у Темпларки намного раньше появляются. У тебя Дизоль, Dragonlance на 15-16 минуте. Ну, на 15-й в идеале, да? На 16-й минуте. А у тебя на 16-й минуте, в лучшем случае, Мелл Шторм и Пол БКП. То есть, если вот Темпларка найдет какой-то килл и заберет Рошана, то будет сложно по карте играть Лине. Ну да, это, так сказать, на таймер сейчас залетают у нас Geek Slate с этой Ланаи. Да. Нужно не Power Spikes отыгрывать. Что еще хочется забанить? ЛЦ хороший наверх. Думаешь? Ой, давайте без ЛЦ. Это же вообще герой без винрейта, нет? В TPC. Он вообще не побеждает. Нет, ЛЦ мне тоже не нравится. Такой, типа, дуэль, вот этот ультимейт, он не особо сильный, не на тимфайт. Ну да, хотелось больше... Ну, тимфайт на топе, так, конечно, неплохо. Типа, идея в том, чтобы пресс-атак сбрасываем лассо, но неужели нет альтернативных получше вариантов? Знаменитый Тайт. Тайт против Темпларки. Тайт хороший, ману. Да. Я помню, как Ардик говорил, да, Тайт плюс один Темпларку выносит с линии. Ну, так и было, кстати, в одном матче, но Темпларк все равно потом этого Тайда с Сильвером, что ли, убил или еще что-то такое было, не помню. Просто оффлайнер нужен и той, и другой команде, возможно, но не верит, что это Форс на Бэтрайдере. Тоже подбанили Кентавра, Беста. Бест хорошо заходил вниз. Контроль сквозь БКБ, банкает Темпларку. Линию, конечно, так себе постоял бы, наверное. Но мы знаем, как Бестмастер играет. Он просто стакает себе тройку кабаном и выфармливает. Короче, Магнус. Короче, Магнус. Короче, Магнус. Го, Магнус. Да, Пангольер, наверное, должен быть. Мне Панга не нравится из-за того, что типа овергроу, и Лина расстреляет. Линию Пангольера тут сложно играть. А на Глайн здесь несложно будет играть. Давайте кого-нибудь лучше мид возьмем. Ну, пожалуйста. Это было бы слишком очевидно по статистике. Слишком просто было бы. Они должны выиграть. Кокс когда-нибудь победит, друзья. Может быть, не сегодня, но когда-нибудь тоже. Может быть, сегодня будет еще один матч. Скорее всего, если они проиграют от карты. Ну, ладно, ребят. Давайте Анигму возьмем. И тогда будут шансы хоть какие-то. Ну, да, ну, камон. Ну, да, но в любом случае я не вижу здесь героя. Марси. Это герой со 100% минрейтом у команды Geekslate. Три карты из трех они выиграли. Это четвертое появление. И это форум Марси, да? Ну, мне кажется, что Карл у нас... Карл мид? Ну, это сверху понятно все. Что на снизу? Я очень-очень надеюсь, что Форс все-таки на бете. Арзик подсказывает, что это Керри Марси. А куда там парку? В мид? В мид? В мид? В оффлейн? Ну, как-то можно расставить. Но пока не тратится вообще. Вряд ли Марси хочет идти в Лину и Трента. Мягко говоря. С кем? Это Керри Марси. Ну, да, да. Норман взял себе Клокверка на четыре. Они так долго распикивают героев. Ну, кстати, Керри Марси — это как раз-таки тот герой, который Лину может перебить в честном бою. На двух слотах буквально там БКБ башни. Ребят, Форс на Бэтрайдере, Кокс играет на Темплара Ассасин. Шансы появились. Все, на Гекслейд заливаем. На Гекслейд? Да. Мне вот интересно, очень много ответственности лежит на двух саппортах у Гекслейд. Если они найдут, что делать в мидгейме, в эрлигейме, то в целом драфт выглядит, ну, как нормальный, да? Даже несмотря на то, что у нас Марси и Керри. Вот, и если саппорты придумают что-то, дадут вообще время для Марси, для Темпларки, то почему нет? Я бы за Гекслейд притопил. Максим, не знаю, ребят. Настолько, мне кажется, простой базовый пик у Blacklist International. Все герои, как бы, постоянно появляются. Он пик Метовый, Лина, Дум. Вот у нас там Тинни в миде. Снайфаер, Трен. Да, очень хороший герой, мне кажется, таким проиграть очень трудно будет. Маден, ну быстренько. Не, без аргументов, Гекслейд просто. Гекслейд, друзья. Я тоже в этой карте поддержу Гекслейд, а прокомментирую для вас эту встречу, вторую карту. Наш комментатор это Арзик и Шейл, им слово. Салют, друзья. Какие непостоянные, да, у нас аналитики. Мои мальчики, а точно твои мальчики будут до конца. Да, как бы они ни играли, как бы они ни проигрывали, но все-таки. Приди к за Blacklist и выпустили эту Лину из загона. Слушай, я от одного великого аналитика, в том числе, слышал, что тот, кто пытается Лину законтрить, в Доту играть не очень хорошо. Твои мысли какие? Чушь. Чушь полная. Кто же сказал? Ну, уважаемый человек, вы с ним даже в одной команде были, по ощущениям. Он похож внешне на Юраге. Лысый, что ли, Афа-Нинджи? Да не, на самом деле, вот, например, если брать в расчет игру вчерашнюю, Бэтбум, это идеальный пик был. То есть, все идеально было продумано там. Там был сертифик Клок, который против Лины Тринта, уже хороший. Там закрыли Урса и потом добрали Энигму. Все было... Ох, тут уже замерз! Заруба! Печенька залетает! Сюда прыгает с кем? Не печенька, а скейтробласт, вернее. Очень много дэмэджа по схему. Пытается он убежать. Но неужели без фрага? Неужели без ФБ? Ну, 5 на 5 на реке! Когда мы это еще увидим? Ну, урон по героям, кстати. Я думаю, тут нормально так дэмэджа с земли залетела. Круто все получилось, безусловно. Изначально у команды Blacklist International много дэмэджа выписали. И, казалось бы, с кем прыгнув не туда, но сумел все-таки выжить. Что, давай дот анализировать? Или что? Ну, я жду от тебя предикты все так же. Предикты хочешь от меня? Да. Ну, у нас есть предикт от BadBoom, что 1.52 на Blacklist International и 2.40 на Geekslate. Используй промокод DPC. Кликай на баннер по трансляции. И там ты можешь сделать свой предикт раньше меня. Потому что я этого делать не буду. Окей. Посмотрим. Но я понимаю, что предикты тяжело давать, исходя только из пиков. Потому что по исполнению здесь есть брак и с одной, и с другой стороны, безусловно. Да нет, ну давай пообщаемся. Давай пообщаемся вот в этом плане. Давай думать. Мид матчап у нас с Templarca против Тини. Вроде как для Templarca это хороший матчап. Именно в плане получения нетворса, левелов. То есть проблем нет. Но. Но Templarca по карте бегать не собирается. Она будет бить крипов. Тини же наоборот. Если он получит какую-то руну, он пойдет просто... Он пойдет просто гангать всю карту. Опять же, момент какой. Есть ли кому тут... Есть ли кого тут гангать? Тут как бы Templarca и есть тот самый поз один. Я думаю то, что вот эта Марси как раз таки пикнута в легкую линию, чтобы вот компенсировать немножко жадность драфта. Потому что Бэтрайдер и Templarca вместе, они очень жадные герои. Им надо очень много качаться. И я бы сказал так, что вот именно если взять вот в вакууме Бэтрайдера, на которого тут вообще ноль героев, и взять Templarca, которая против Лины хороша, как раз таки на темпе, как у нас в аналитике сказал Олег, что да, у нее там появляется Дизоль, она там может Рошана пойти на темпе, она хороша в Лину. Да и всегда, по игре всегда была хороша в Лину, потому что она на нее прыгает с даггера, у Лины лоу армор, легко ее убить. Но если это смышлять дальше, есть тренд, ливинг армор. Не-не-не-не. Но до всего этого, вот то, что я говорю, надо дожить. И я думаю, что вот Марси как раз таки вот на сервере вот эту разницу и сделает. Что вот в моем понимании, она должна хорошо постоять в легкой, и в один момент они могут замочить этого там условного какого-то Дума, и не будет у него такой сладкой жизни, как мы обычно это видим. Но пока Дума так себя пробивают, то есть он стоит на фулл-ресах вроде как, у нее земля была на первом левеле. Но вот с появлением второго-третьего можно напасть, но посмотри на хп Роджи, его там неплохо пробило, опять же, снэпка. Тимс на ней катает, тоже такой сигнатурный персонаж, четвертой позиции. Очень много регена закупил, тут и фулл-аска тебе, и три манга, и вообще не взять его никак, и Дума, который сам себе регенится, и кайфует. Карл, кстати, сильно пробивает миди, но на крипстате я бы не сказал, что это сильно сказывается. Все-таки тени с веткой, мы понимаем, что свое он наберет, так или иначе. Да, через мёд на первом левеле играет Кокс. Решил он раздамажить этого тени. Ну, не особо получилось, как-то у тени очень хороший на творчество. Вот нападение на кул, будет ли демжи, у него, кстати, есть гарпия. Вот этого мы не отметили, это что... Знаешь, вот обычно, когда играет моя команда, у моего Дума никогда не бывает смолкинпа. Никогда. Никогда. Тут у него гарпия. Аплодисменты. Вот она была там, гарпия. Вот поэтому так Роджи и пробивают. По идее, эта линия вообще супер-фри для Дайер. Рубик может тут один всех выгонять. Снэпфайр никак вообще не трейдится по демеджу с Рубиком. Тут тоже ничего не делает. Рубик просто может их тыкать, но вот это вот... Гарпия очень сильно разницу создает, из-за того, что урона полно. О, разница есть и в винрейте наших мидеров. Пока что не проигрывал Карл на Тине. Три катки, все победные. У Кокса 55% винрейт, но все-таки дистанция такая, знаешь, поувесистее. Можно в Кокса поверить. Вообще, вот, наверное, он и Микото, да, в Юг-Восточной Азии. Любители взять темпла руку в мид. Микото частно у нас 23 с Эвэджем обменивался, знаешь, на первой-второй позиции. Сэвэдж катал на более активных персонажей. Я их в того же МК тоже брал, насколько я помню. Ну и здесь у нас с кем будет исполнять на своей Марсе. Пока стоит очень-очень здорово, именно по хребам. Но вот Дума пробить не получается, потому что там битва сапов, она перетянулась прямиком в лес. И, кстати, Рубика пока не перебивает, отличает Синя. У него огромные проблемы. Он на лоу-хп есть, чтобы засыпать гречи, но он остается без ресурсов практически. Единственное, что вот еще полезное, да, для Geek Slay, то, что играет на Бэтрайдере, не Кокс. Форса мы видели на Бэтрайдере, он на нем вообще нормально раздает. Ну там барабаны апнутые, да, какие-то будет делать. И я тебе скажу так, что у него уже все хорошо. У него уже хороший крипстат против линии Трентлина. Стоит он там с Клоком, Клок там популил пачки чуть-чуть. Должно быть все здорово. Если они еще постакают кимпы этому Бэтрайдеру, я думаю, он тут солит эту каточку. Вообще несложно. Тут на Бэтрайдера нету ничего, ничего. Есть единственный какой-то аут против Бэтрайдера здесь, это если как-то он там нажмет БКБ и нажмется овергроув. Тогда там может быть как-то его зафокусит, линии там расстреляет. А так он может тут создать вообще просто нереальный прешер на карте, просто своим присутствием, грубо говоря. Но пока единственная проблема, что с Молкемп реализовали полностью Блэклист, то есть там отвели и зафидили всю пачку об нейтралов. Редко такое можно увидеть. Нападение в Тимса под Рубика. Очень много демэджа. Тут и Сайдкик уже появился. Четвертый лавала. Пик силы. Ку-ку хотя бы разменяться, хотя бы Роджа пробить. А Телекинеста еще не тратили. Блочит его с кем? До Рубена не добраться. По логике вещей. Да, он слишком-слишком быстрый, но Ку-ку идет до конца. Все. Поменял свой план. Это, кстати, был First Blood. Ни много, ни мало на пятой минуте. Такой вот момент. Вот представь. Вот если мы сейчас видим, то что гики делают килл без размена на Snapfire, представь, что было бы с этой линии, если бы у него не было бы Гарпии. Не было бы с Молкемпа как такового. Вот хорошие пятерки, хорошие пятерки, как они делают? Они на самом деле сами себе блочат и с Молкемп против Дума на линии. То есть это нормально. Я тебе скажу так, что гениальные пятерки, они доносят сентри, чтобы, когда тебе разблочат этот... Ну, то есть тут все в обратку идет, да? Обычно ты хочешь в сейф-линии вот этот вот Смолкемп сам разбанивать, тут по итогу должно быть наоборот. И гениальные пятерки, они держат этот Смолкемп в бане до Талова вообще. Потому что пройти время на какой-то средний кемп, а если там еще какой-то бесполезнейший там Волк, это, ну... Смолкемп самый сильный для Думы. Ну да, сильно портит игру Думу, если забанил Кемп действительно, тут этого не сделали. Да и по размену там странно получалось, потому что Рубику было очень больно, несмотря на то, что он к Думу-то не подходил. То есть там Гарпия по нему не всегда стреляла, прилетала. Важный момент, что на шестой минуте не дали Тине активную руну. Кокс для себя взял Инвиз. Ну для него она ничего не значит, главное, что Карл не получил. Погоня за бурдом. Кстати, Погоня за бурдом. Какая пищенька! Погоня за бурдом. Куда? Куда? Просто дай его в рот же. Ну там такое и было примерно. Я еще, знаешь, как видела это, что скейтер бласт там еще залетит под вумперсенажем, чтобы вообще симфония просто скиллов была от снэпки. Но и без этого все круто получается. Друзья, вы же не забывайте пользоваться бонусами от Бэтбум. Сезон ДПС у нас кончается. На мажоре будут другие промокоды. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь ДПС промокодицем и получите удвоение первого депозита. Нечасто такая халява бывает. Я не знаю, Шейл. Я вижу здесь 1-1 уже. Ну вот уже. Да, тут не сказать, что настолько прям ярко выраженный, например, условно, core матчап. В плане того, что это темпларка против Лины. Но что-то как-то все складывается очень хорошо для гиков. Настак, она там тройка, там уже огромный, огромный стак эншентов для темпларки на будущее. Она вот это все пойдет, профармит. Я не знаю, Кокс может сыграть даже в теории в быструю доту. Он может не играть через Дизоль, там вот эти все приколы, да, а может сыграть и через какой-то блинк, знаешь, такая хайскильная темпларка. Купить блинк, купить блинк под Бэтрайдера, у которого сейчас уже будут драмы, знаешь, там будут под прэшить. Пойдет эта Лина, она уже, ну, она уже пошла. Она уже долбит лес. Вот купишь ты после стаков там какой-то себе блинк, наставишь там трэп, там Бэтрайдер там будет, будет лететь. Можно выгонять ее отовсюду, эту Лину с фарма. И у тебя еще есть доверху, да, к этому всему, есть Марси, которая тоже очень больно бьет по линии за счет своего ульты. И, кстати, скорее всего, если они вот сыграют вот так быстро, и Марси не будет там покупать вот эти вот баттлфури, которые мы вот мы видим сейчас современные, или не видим, я не знаю. Ну, короче, это... Мне кажется, тут не должно быть, слушай. Ну, это входит в мету, но стэмпларка, наверное, не надо. Не, ну, мы видели там всякие БФы на Марсе, когда у тебя активный мидер, какой-то плеймейкер. Здесь у тебя кор уже, мне кажется, есть, первая позиция смещена, и брать двух жадных коров в Дума, Трэнта и Линова выходить в лейтгейм не хотелось бы, на мой взгляд. Я согласен. Кстати, Ку к истокам вернулся, Мека на Думе у нас будет. Это надо. Под фейзой от Карла очень он быстро может добраться и, в принципе, под снэпку отличный сетап. Тут еще Роджа как раз бежит за руны, а тут, здравствуйте, на девятой минуте Карл ошибся немножечко, но там, что и помогает ему сделать это убийство. Килл, правда, заполучил Тимс, но все равно неплохо. Две руны богатства еще и украли. Не туда они пошли. Надо было им идти краски смотреть, есть ли стаки справа. И там, может быть, под какой-то под какую-то тпшечку еще там от кого-то можно было бы эти стаки поконтестить, попробовать. Вот, кстати, у нас играли же Блоклист до этого стакали гигслейт, а там, помнишь, круто получилось. Они развели коров на 2 тп и зафармил бетик абсолютно весь треугольник. То есть он там забрал стаки вообще нереально, изработал по 1000 колды. Мы видим, что нападение на Марси в топе. Летит Клок спасать. Там Дум уже от ку-ку был использован. Правда, дэмэджи по ощущениям не хватает. Да, Марси живет, чего не скажешь про Дума. У него огромные проблемы, только земля его и спасает, но надолго Лиу. Форса слишком много дэмэджа и тройку убивает тройку. Вот так получается. Карл тоже, кстати, бежал на помощь, немного не успел. А что это за перчатка такая у него? Мидасик, что ли? Делать будем. Интересно, кстати. Это перчатки, по-моему, не было на линии, да? Ладно, перчатку на тени покупают почти всегда на линии, чтобы, ну, у тебя было так спид, тебе было бы проще там все это динайд. Ну, по итогу он еще купил фейзы. Во что просто превратится эта перчатка? Расскажи мне, Шейл, во что? Ну, я бы хотел видеть перчатку из этой Войны Бесконечности, знаешь, чтобы он щелкнул просто и мы пошли смотреть. А, погоди, если он щелкнет, это будет 2-0, тогда неинтересно. Неинтересно совсем. Надо ее передать, чтобы забрали гигслейд, чтобы не получилось. Марси, а куда? Под мид хочет прийти и сделать плейд. Или на линув. Да-да-да-да, стоит рейвен вне позиции, телекинез, да, успевает все нажать. Здесь анлиш, слишком много урона, хлопают рейвена. А это та самая надежда, еще и форс здесь должен забирать 2 килла, гигслейд безострельные. Г-гг. Я вот, когда я сказал, минут 3 назад, что тут уже все. Ну вот, слишком все классно у гигслейд. И по драфту наконец-то нашли они какого-то, вот знаешь, вот такого немножко нестандартного героя, потому что с кем играют о нестандартных на основном героях. Вот нашли они ему то Марси, который вот реально, реально крутой, реально крутой драфт получился с ней. И против Дума хороший матчап, то, что мы видим, да, он не выиграл линию с, как это зовут, с Гарпией, штормоделом. Харпий, штормкрафтер. О, отсильно было. И есть демодж на Лину, и Тинни этот вообще тоже там будет страдать. Если, у них очень круто все. Если они вот купят шмотки, знаешь, вот как, например, купят бетик Блинк, темпларка купит какую-то большую шмотку и купит БКБ с кем? У них так жестко стахнутся тайминги, и они просто пойдут и закончат. Да, прикольно, когда, знаешь, пиксилы у героев разной позиции приходятся в одно и то же время и выйдете вместе. это здорово. Но, с другой стороны, фактор закидонов присутствует в игре, согласись. Конечно, И можно такое быть. И у Блэклист тоже хороший был драфт до этого на первой карте. Но вспомни, что случилось на Рошане на том же, как они пошли и отдали немного инициативу врагу. Но по итогу пикс зарешал, должен зарешать и здесь. Посмотрим, Блэклист сумеет ли какими-то крутыми действиями законтрить. Все-таки блинк ути не должен появляться, должны нажиматься с Макин. Пока даже без блинка нападение Форса. Очень большой килл можно получить. Маркисос долетает точно в цель. Очередной килл для Тимса. Должна очень большая четверка получиться у Блэклист. Возможно, какие-то ауры дополнительные купят для команды. Хотя какие-то непонятно, потому что, думаю, вроде Меку делают. С Мекой, на самом деле, и с аурами можно дать хороший ответ для Блэклистов. Если прям, знаешь, как-то Гикслейд немножко потеряют свой... Короче, а вот как сказать, захотят там темпануть лишнего и наломятся на вот эту вот Меку, могут и проиграть файт-тец. Икслейд. Ну да, надо сказать, сами куку будет очень мощный. Единственное, что такой дум очень тяжело реализует ультимейт, то есть тяжко нажать в какую-то крутую цель. Тут только, наверное, Марси или Бейтик, да, которые будут сами на тебя ломиться до той же Темпларки. Ты просто не доберешься, скорее всего. Но вообще, Мека плюс Ливинг Армор смотрится на Лину если как-то пережить, знаешь, вот это нападение и Клака, и Марси, и Бейтика. Ну там слишком много героев, которые будут влетать на тебя. Да, слишком много героев, которые преодолевают вот это вот нужно тебе расстояние до Лины. Ну, опять же, если мы учитываем фактор Зекидонов, здесь может быть просто, знаешь, любимая наша ситуация Лина против Темпларки на речке, да. А вот сейчас может этот Зекидон случиться, кстати, на треукольнике. Нет, не пошли до конца. Окей, тут просто Темплара как бытик далеко, они так в наглую зашли, знаешь, заблочили иншей, ты просто представь, Лина стоит, качает Энжент, так ты подходишь вдвоем, просто при ней тыкаешься в тряк и уходишь. Поймали Трента, еще и Хукшоу прител, но за двумя зайцами погонишься, получится ли от этого импакт, потому что на палец Тептини, он спасается за счет Тоса, имеется Блинк, нажать бы его через секунду буквально, сбивает все это дело, прыгает с кем, далековато пока что, но бочка помогает догнать все-таки и уничтожить Карла. Отличные два кила получились, можно и мид вышку забрать. Не стоит, вот как-то я об этом даже вообще не подумал, наверное, это максимально очевидно, что еще так-то с кем может кидать сайд, кикнут импларку, и это еще быстрее можно забирать условного Рошана. Мне кажется, вот когда откуда у них сейчас ульт просто у Марси, они вот сейчас заберут мид, и они могут просто пойти Рошана забирать. Даже без Дизоля, без всего вот этого, можно просто пойти за ульт Марси и его замочить. Потому что, ну что еще делать? Хотя ладно, есть в боте Тавер, хочется его открыть. У Форса у нас 100 голды до Блинка. Ну, это вообще замечательно. Можно под него законнектиться, там нажать какой-то смок, обойти, нажать лассо, забрать бот Тавер, подождать кулдаунов, забрать Рошана. Все, я как ты, как капитан. Мидасик найти, все-таки. Не зря перчатку покупал. Ну, а во что, во что бы он еще прижать? Не в армалед же, Шейн. Понятно. Не, я к тому, что он мог вообще не дабывать эту перчатку, но очевидно, это было бы не очень круто. Нет, нельзя так делать. Просто так голдув никуда. И вот он смог, кстати, под Блинк. Выходят они на топ, там пока никого нету, но, знаешь, можно кого-то в центре сыпануть, либо на ошибки поймать. Но, Роман, уже здесь, как только смог закончить, полетят ракеты и тебя спалят. Возможно, как бы на топ прийти, но там Рубен в соло качается и, мне кажется, смог на трех героев, килл сапа, разве что, если вы пойдете до конца, сломаете Тавер, но, опять же, здесь два обсервера со стороны Дайер. Такое ощущение, что они и дефать способны, а вот нужно ли это? Нет, дефать они не будут, Гикслей все понимают. Им нужно самим забрать в боте вышку, просто с кайфом. Ух, и Роджик! Роджик с Аваланчем не надо умирать, пожалуйста, Роджик! Нет, нашел Тимс все-таки. Тимс, кстати, очень много киллов на этой карте делает, если так посмотреть. В каждом фраге практически поучаствовал. Два фрага заработал в наборах. Много у него деньжат должно быть. И Брайтфорс. Ну, форс плюс пика, наверное, от самого Керри команды Блэклиста. Это какое-никакое спасение, потому что тут надо с дистанцией что-то делать. А теперь? А можете нам показать шмотки Марси? Буду очень благодарен. Ну, долго, долго я и до БКБ. На самом деле, лоуны-то кого-то цепанули. Это был Карл. Поймали его в очередной раз. Дайте, пока не радует. Хукшот мимо. Можно было наказать еще и тренд протектора, но это не столь важно, на самом деле. Расставить вижн подрочно сейчас, прогнать Куку бы. Стопа. У Куку есть грифсы. Давай думать. У Куку есть грифсы, у нас есть дизоль на там Пларке. Но-ка-де лассо. Наверное, надо ждать все-таки next лассо, чтобы пойти Рошана. И как раз-таки к этому времени у Кокса будет блинк. И можно будет под этот вот блинк лассо внести там просто тонну демеджа. Вот у схема, конечно, вот медленно герой разгоняется, в том плане, то что вот с БФом ты хотя бы можешь там хоть как-то быстро фармить, да, кимпы. А вот когда ты БФ не делаешь, герой очень мало фармит. Ну, делает герой все равно достаточно. Ну, какой тайминг? Просто БКБ, ей надо БКБ, она уже будет делать все, что от нее по драфту требуется. Ну, до этого Рошана коэффициент 1.62 у нас на кикслейт. Возможно, после убиения этого Рошана после того, как заберут эгиду бессмертия. Коэффициент еще сильнее на них повысится, опять же. Но пока что пользуйтесь тем, что есть, с промокодом DPC. Удваивайте свой первый депозит. Дабл демедж на Карли, кстати. Скоро мы увидим очень важный файт, потому что сейчас будет БКБ. У них тоже тайминг, у них есть грифсы. Это тоже тайминг. Короче, сейчас будет прям вот стак, просто все будут макст аут на данную минуту. И мы увидим, скорее всего, файт за игру. Вот это очень обидно для Blacklist. Карл делал ТП, его подловили на хукшот, то есть он не сможет на драку никак вернуться. Да и бай здесь нажимает такой себе. Да у него и денег нет, в принципе. Поэтому погнали убивать Рошана, захватывать треугольник. Я все думал, знаешь, от кикслейт стоят эти два обсервера под уже сломанной вышкой реализуют ли они их, там умирает темплар каким-то чудом, но моментальная контратака в Трента уйдет Лина. Это очень важно, потому что если она выживет, она сейчас очень сильно прыгнула по голде, все будет хорошо. А Лина спасается. И самое главное, кикслейт все нажали телепорты. Еще один килл, скорее всего, от Рейвена идет. Он до конца, больно Форсу. Если чем протрить, Клок неудачный коди нажимает, Форс убегает отсюда, но это два фрага для Рейвена, который уже купил БКБ и даже не нажал его. Вот они известные закидоны, да? Вот, смотри, такое, очень простое правило доты. Если ваша команда делает, например, на одном сайде глубоко килл, то есть вот три героя были участвовали в килле, да? То есть это Бэтрайдер, Марси и кто еще там был? Клок, да? То тогда ты должен на коре, ты не имеешь права находиться на противоположном сайде. Ну, постой под мидом! Поперекушивай мид, чтобы вы были готовы после этого пойти Рошана. Это же, ну, ужас просто. Ужас просто. Это прям азы доты. Азы. Если кто-то делает плей в одной вдалеке карты, то в противоположной части карты ты на коре не имеешь права находиться. Да, ты в большой опасности. Нам показали почему. Ну, и Рошан будет довольно позднее, обрасти внимание. То есть уже двадцатая минута, дожили Блэклист до БКБ Рины и, в принципе, если ее как-то не заберстить, не зачин станет, она может всю команду убивать. Ну, и вот, кстати, обрати внимание, по треугольникам никого нету. Задоджили Блэклист эту атаку и за Рошана пока драться не будут. Хотя делает ТП сюда Тинни и можно нажать Смок в ответ. Да, они этим занимаются, но идут на варды Эннами. Раздревили уже Ку-Ку. Мне кажется, Ку-Ку вообще не понял, что, знаешь, из Смока вышел. Там и обсервер стоит, всех видно. Не видно было, по-моему, кстати, на обсервере Ку-Ку. Не видит он там немножечко. Дай тайм. Легко будет, по идее, по идее, прыгнуть. Ну, просто все расходятся, и Рошан никто не забрал. Ну, так вот. Мне кажется, обс стоять в треугольнике не найдут, по ощущениям. Потому что побинговали везде, кроме этого места злосчастного. Если его не найдут, это может быть победным обсом, на самом-то деле. Но они понимают, что как-то поймали синий, явно не в ноу-вижен. Сломали обсервер, там, но еще глубже стоит обс, можно его найти. Он не достает пикселям. Тогда они уже прошли меменего, раз 10. Ну, Тим стоит, смотри, сентрёй, сейчас, чертоги разум, погоди. Сейчас там, так, тут не может быть, тут не может быть, ладно, я решил. Сейчас падлу этим пользоваться, где-то в лейтгейме оформим, сломаем важнейший опс, выиграем файт. БКБ, кстати, идет для Марси, вот он, пиксел и гигслейд. Секора очень сильно апнули сейчас. Мне кажется, кстати, если на Марсе ты не покупаешь БФ, ты тоже должен брать Мидас. Ты что думаешь? Ну, это уже такое. Это... Ну, когда его сделать-то? Ты имеешь ввиду первой шмоткой? Не знаю. делать его не стал, в любом случае, представляется, норма, но ходит на хукшоте, с кем круто подсеркновал. На хосте там бежит Карл, будет ли прыгать? Есть. Ой-ой-ой, какие боги! Хукшоте великолепные, а там уже и ТП, кстати говоря, от Рубика, можно поднять теорию, но какой же быстрый Карл, сделал пиков, отошел, развел сейчас еще и на ТП Беттика, но вообще, крутые действия от Блоклист, пока Гикс Лейт подставляются по одному и дают шансы оппоненту. Рошан не упал, 21 минута прошла уже игрового времени. Точно где-то чуть-чуть не доигрывают Гикс Лейт, но очень позорно сдохла там Пларка снизу, прям вообще, до сих пор не могу из головы это выкинуть, потому что, если вы вот, 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 вот такие вот у вас таймеры, там появляется там БКБ, у Марси по чуть-чуть, там вот, с каждой шмоткой надо что-то сделать, но, появляются эти вещи у темпларки, но, и она ничего не делает. Вот сейчас можно сделать хотя бы шмотка. Идеально, поймали Дума, и все, он не нажмет однозначно. Идеально. Разбилили здесь Кукон, еще и без бая, 40 секунд есть на то, чтобы Гикс Лейт забрали Рошана, вот теперь у них все хорошо, но как-то долго мы ждали реализацию БКБ на схеме, теперь можно похвастаться здесь, и очень круто, Порс все сделал. БКБ не нажал, никто ничего не нажал, ничего не нажал-то было, кроме Лассо. Это вообще, идеальный таргет, и ничего не потратили. Насчет Лассо, кстати, делает Раиван Литку на линии, лучше ли это артефакт, вот, с учетом того, что есть и Клок, у вражеской команды, и Марси. Ну, он обязан так сделать, потому что, потому что сейва нет от Лассо, никакого, ну там, в теории, там, может Сныфаер купить, конечно, аганим какой-то, но сейва нет, если в тебя нажмут Лассо, как-то где-то, вот просто на Вижене, ты там подставишься случайно, то, ну, ты просто, ты просто погибнешь. Да, там, может твоя команда дать размены, но, ярко, ты ярко выраженная позадим, то есть, у тебя есть Тинни, который с Мидасом, у него 8 тысячных творца всего лишь, а Дум, он аурник, он, если, там, ты на линии погибнешь, ты, в ответ, там, на этом Думе, ну, что, ты ничего не сделаешь, ты уже там, надавал свои ауры, ну, да, надумил, надумил, надавал, брудишь, брудю, БКБ делает, ку-ку, Тинни, кстати, до Блокинг Бара, очень-очень далеко, он там еще саблю начал собирать, пока Карл выпадает немного из игры, то есть, для Тинника, мне кажется, три плюс-минус сетапа на килл, маловато для 24 минуты, сейчас мы видим, да, как Тинни там вообще разваливают, и на топ-нетворосте находится очень долгое время, и касаемо команды Geekslate, кстати, от эгиды прошла целая минута, шибко многого они не сделали, готовы делиться по карте Blacklist, просто карту 50 на 50, и поехали, надо было пофиксить лайны, и сейчас просто пойдут, на них очень сильно пушится мид, никто мид-пачку из Blacklist не контролит, они вот просто идут в топ, так вместе, так академичненько, кстати, у нас тут уже готов форс, например, давать лосов кого-то, кто, если будут разлетаться, если разделятся, ну нет, он тут просто распушивает, да и вроде спитит, я вспомнил, как называется эта шмотка, Boots of Bearing, я вот ее увидел и вспомнил сразу, я до эфира у тебя спрашивал, потому что никто, мне кажется, не знает, как называть сапнутые барабаны, не часто их делают, кстати, вообще барабаны, доджат сейчас, среди всех ауэр, вот этот вот пайп, грифсы, мека, очень популярные, про барабаны все забыли, от сапов иногда можно увидеть, Рубик, кстати, уже шардом, можно будет сейвить тиммейтов, из-под каких-то неприятностей, из-под того же оверагроу, на самом деле, потому что Тренд взял для себя Блинк, будет создавать позицию, какую-никакую для команды, Ливен Кармору накинул, Лозу дал, и поехали связывать, так, все-таки Карл будет делать в начале саблю, я так полагаю, потом только БКБ, я, мой предикт на то, что это БКБ появится не раньше, там, 35-й минуты, а возможно не появится вовсе, в этой игре, Скаде купила Лина, а не Линку, если что, интересный выбор, вот так вот, хорошая шмотка против Темпларки, наверное, лучшая шмотка против Темпларки, вот, в плане, контеста героя, что вот, начинаешь, ты по ней стрелять, никуда она не выйдет, по ощущениям, все равно нужен какой-то сейв, для Лины, пока один Форрес, Ливен Кармор, это все, что есть на самом деле, ну, Грифсы там вышеупомянутые, но это все не то, немного, возможно, самому Рейвену в пику собрать, или что-то из этой серии, потому что мне кажется, что слишком много сетапа, и файты 5 на 5, если Гиг Слейт не будут ошибаться, ей будет очень тяжко, смог, кстати говоря, от Гиг, идут они в сторону мида, видят Тинни, это отличная цель, если его забрать довольно быстро, но Тинни уходит на блинкауте, хукшот не точный, позиционка теперь чуть получше у команды, Блэклист, Флэмбрейка, достали, не достали, не видел, но в любом случае, все хорошо, файт за Доджили, да, наверное, от ребят из продакшена, имелось ввиду, что он, наверное, хукшоту, хукшоту помешал залететь, из флэмбрейка, я не знаю, я не понял, позиция под Рошаном есть, но у вас до сих пор Айдис, и как-то Гиг Слейт хотелось бы, по товарам уже что ли пройти, я не знаю, а то этот треугольник немного импакта дает, откровенно говоря, Блэклист качаются, уверен, у них два Мидаса, я напоминаю, ну, условно, да, то есть там Девайвер и Мидасик на Атине, они по Галде особо отставать не должны, 3000 для 26 минуты, это не прям какие-то горы золота, Эльвин Кармор, Сплит Пуш, размен Т2 на Т1, я думаю, что Блэклист это устраивает пока что, смотри, что делает Кокс, просто будет Буриза, просто будут криты бешеные вылетать по этой линии, потенциально, да, ну, сайтика можно прям вообще развалить, нужен ему дэмэдж, нужен ему 20 левел, чтобы снимать, овергроу в Тринта, талантом, появляется Башеру с тема, можно кого-то сетапить, Хукшот слетает, блин, ну туда же лассо, вот сейчас блинка пригодилась, конечно, есть ПКБ со стороны Раивана, можно драться, но никто не подставляется, Дум попал в Марс, и ее сейчас заберстят, да, ее пробивают, живет, кстати, Раиван, и на самом деле на развороте можно подраться, Роджи спасает своего тиммейта, и как-то Гикслейд в очередной раз напали, и такое ощущение, что для Блэклиста это оказалось даже в плюс. Да, очень, очень плохая позиция была у Гикслейд, очень крутой лассо мы смогли дать, смогли бы там, типа, продлить телекинезом, но с кем был не готов, он шел вообще слева, и он, по сути, вот этой позиционкой, этим он и файты зруинил, что ему дали Дум, он был как раз-таки out of position, не смог он нажать там ни БКБ, ни сайдкик, вот этот вот нужный. А вот это, возможно, Гудгейм сейчас будет, как-то подставил Стэмфларка, есть, БКБ, но ты отсюда уходить явно не должна, или, обергроу нажимается, Тэмпларк стоит на месте, летит ракета, может быть, будет какой-то подсейв, какой-то форстаф, Рубик приходит сюда, сейвит они Кокса, как все круто получается, Карл трейгает сюда, но там уже блинкаун, живет Тэмпларка, ее тиммейты пока неплохо справляются, Кокса разваливает еще и в тронтак, Куку тоже подставляется, и такой пайп по итогу получился, улетит ли Тимс, есть ли чем сбить ТП? Это такой ужасный, по сути, момент для Гигслей, да, вот если тут Тэмпларк умирает, то это все, но из-за того, что у него, мой любимый Майтбрейкер, он дает вот этот вот, тринтуу Сайленс, Сайленс еще там есть от трэпы, и у него не получается, у него не получается нажать даже просто овергроу, под самый конец нажима. Да они эти рефракшены сбивали, миллион лет, я не знаю, то есть Карл там пытался махать этим бревном, но дэмэджу все равно не хватило, какой хайлайт вышел для команды Гигслей, огромные они молодцы, ну по итогу можно так сказать, падает клок в миде, это не столь важно, важны бонусы, друзья, от Бэтбом, вводить промокод ТПС, удваивать свой депозит, как удваивать свое преимущество, сейчас Гигслейт убивает тени. Сложно сказать про удвоение, на самом деле здесь, что преимущество. Ну подожди, уже было три, уже было три. Мог бы подыграть. Ладно, зрительство, там кто-то с телефона смотрит, он вообще не видит, понимаешь? Ну да. Гемпо является у Роджии, есть у него тоже, вот как в предыдущей игре, здесь у Роджии есть вот эти вот ауры, и вот это вот мека, да? Опять же, да, так вот и компенсируем. У Бэтрайдера, конечно, Бэтрайдеру покупать всякие вещи, типа пайпов и грифсов, это уж прям вообще сумасшествие какое-то. Ну, кстати, у него уже скоро, у Форс, это БКБ, очень много делает он на Бэтрайдере, по сути, он вообще вот игру ведет за собой, вот каждый его там лассо, что, 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 что он будет делать, да, всегда команда его будет поддерживать, но вот единственный, конечно, один момент, когда был в тройке, с кем подошибся немножко, и получилось не очень. Да и да, есть у Кокса, есть 20-й левел, как раз таки уже против Тринта, и это вот тот самый пик силы, который мы ждали. Вот БКБ сейчас будет у Бэтрайдера и го-го-го. Второго Рошана надо только дождаться. Опять агрессивные Апсы, один из них сломали, конечно, в лесу в своем Радиент, но все еще Лейнинг стоит на топе, мешает он, можно найти в будущем какой-то пик офф, если заберете Рошана, то такие варды, конечно, становятся максимально актуальными, чтобы визави не выпускать с базы. Блинк Даггер мы видим о Марсе, БКБ у Бэтрайдера, а сам Буриза уже присутствует со стороны Тэмплара, Ассасин очень сильный сейчас Х-Лейт, и действительно, можно пойти прям подраться, но вот с Рошаном им немного не везет. До него еще полтора минуты, и это возможность для того, чтобы Раиван докачал еще как минимум один слот. Какой ему слот нужен? Кирасу он, да, покупает? Все-таки Линкью у него против Беттика не будет. Надеемся на то, что до тебя либо не долетят, либо подсвивить тиммейт, либо произойдет, помнишь, как на треугольнике, где Лассо, но рядом не было ни Марс, ни Темплар, никто не бьет, ты в БКБ, и Гуччи живем. Да, просто тебе не сказать, что вот все зависит от позиции, какой лучший таргет для Гикслей, для Лассо. На самом деле, если вот так вот просто не думая, то, наверное, да, Лина лучший таргет, да, вот если ты там наломишься на нее полностью. Ой, какой, блин, как трон, да. Но Лину можно сейчас вот, я и говорил, и вот оно Лассо, Рейвен нежно нажимает БКБ, будет ли Берс какой-то, пока демеджа не хватает, подливен Кармором, и Рейвен живет, втанковал все, что только можно было, задумили Темплар, не убили абсолютно никого Гикслей, за ноги хватило демеджа, умрет сейчас Норман, скорее всего, пыталась его спасти, Марси не вышла, ну и, кстати, Тиннито бежит до конца, Темплар до сих пор в Думе, и ее сейчас просто уничтожат, это два дела со стороны Блэклист, очередная неудачная атака от Гикслей, и файк-то не заканчивается, можно еще и Форсай здесь прогреть, но на этом останавливаются, произошло то, что я хотел сейчас объяснить, что на самом деле Лина, это не лучший таргет здесь, лучший таргет здесь 100% Дум, и Лину ты должен как-то немножко подкачивать, вот если ты дашь вот это вот Лассо в Дум, убьешь его, он не нажмет ни БКБ, ни Гривсы, ни Думу, его убить проще, чем вот эту Лину, как раз таки из-за того, что на нее нажмутся Гривсы и Ливенгар Мор. Слушай, а не проигранная ли эта игра? Уже один раз закинули Гикслей, когда отдали Тэмплару практически в боте, там их спасли, что будет здесь? Рошан-то падает, Тэмплар Ассасин без, бай, 40 секунд, прыжок от Куку, просто в тень, нет у них там стоял Абсервер, поймали очень хорошо, заставили Рубика нажать бай, ну и будут лебить, да мне кажется могут, там нету Тэмпларки, нету Лассо, чего бояться? Даже Марси без Анлиша, она не способна файтиться в данный момент. Может быть Норман украдет, кстати? Уже третье место. Это конечно вообще будет кек, если это случится, хотя прыгает форт, скрадет Экиду, да ладно, а Шарт кому достается? Нет, Шарт забрала все-таки Лина, Рейвен переложил эту шмотку для себя, Форрес нажимает БКБ, уже резается Тэмпларка, поэтому давить сейчас не стоит возлесть, но они идут вперед, овергроу, сейчас БКБшки закончатся, и будет, ох как больно, Рубик вообще без бай, умирает вместе с Бетиком, 2 кила, пускай Экиду забрать не получилось. Топ-10 до ладера, но выглядит так, что решение его давать вот эти вот лассо в Лину, они не сказать, что и правильные по итогу. Наверное, можно давать вот это лассо в Лину, если клок твой не тратит хукшот и коги, то есть ты продлеваешь хукшотом, продлеваешь когами, отрезаешь всех от этой Лины, туда еще телекинез, и просто одного лассо и телекинеза, видишь, не хватает, но это, вот Дота такая вещь, что опытным путем ты не имеешь права это как бы проверять, да, потому что ты опытным путем ты проигрываешь файт, и проигрываешь теоретический выход на мажор, просто моментальный. Ну, можешь проверять, если это не в официальной игре, как ты сказал, за выход на мейджер, где-то там на скримах, безусловно, если катаешь какие-то не особо важные официалы, театки бывают, как ни странно, знаешь, условно, за седьмой и восьмой слот на первом диве, там как бы такие переигровки себе, я тебе скажу. Ничего абсолютно не дающее, если это не последний сезон ДПС, безусловно, уже и Лотар у Лины появляется, очень сильно она прыгнула по Лен Форесу, я боюсь представить, что случилось бы, если бы Форес там ошибся, не забрала Егис, допустим, да, и сейчас две жизни было бы у Лины. Без двух можно попытаться навязать драку, чем Дикслейты занимаются, по лесам, по полям, скан замечательный от Рейдиан, понимает, что их сетапят, отходят назад и держат хорошую позицию. Это уже тут в Рейспак, это у кого? Это Трентовский, что ли? Ну, видимо. Хотя нет, слушай, это, наверное, Тимс купил. А что Тимс покупать? Ну, Форстап, разве что. Так он его и взял, а Мек уже есть у Дума. Да, гоним, хорошая шмотка, на самом деле, просто. Но не так важно, пойдут ли по итогу Т2 вышку эту, зная, что их сетапят. Уже Дабларка в боте. Кстати, Тимс тут вообще билд взял себе через урон с руки, ты посмотри. Я-то думал, появится рано или поздно какой-то агоним, но он решил прям бить с этого бревна, наваливать урона. Знают, Блэклист, что здесь стоит визави, но вот Имба, знаешь, ракетку в моменте сейчас какую-то запустить, выбрать нужный таргет, напасть, но они стоят таким образом, что только ботску впереди, Деварлет здесь, понимает, что где-то тоже на серверах стоят, ракетка полетела от кулака, тэпнулся сюда Кокс, и по идее надо нападать. Карл доломал Т2, пуску тут же прыгнув вперед, Форс улетает отсюда, свою задачу Блэклист выполнили. Ну, прикольный, прикольный момент происходит, то, что вот Кокс, он показывается в боте, его там видят Блэклист, поэтому они как бы наламываются потихонечку на тавер, но Кокс в этот же момент, как только показался, сразу нажал ТП, но все равно ничего, ничем тут все не закончилось, закончилось только тем, что упала вышка, ну, прикольно, то есть обе команды еще точно тут не сдались совсем. Но игра гигслейд гораздо тяжелее, чем это было там пять минут назад буквально, когда они вели, было какой-никакой бит силы, на самом деле, с кем в теории, добираясь долины, если дум нажмут какой-то неудачный, он может ее перебить спокойно, это Марси Кор, ее недооценивать не стоит, там Пларка все так же сильна, есть этот бешеный с кем, мы видим, что он порой делает, ой, Форс, подошу прощения, он способен тоже где-то заимпактить, я думаю, что сейчас опытным путем, как ты сказал, поняли, куда стоит давать лассо, выберут таргер поинтереснее. Да не, я говорю, можно, можно и в лину нажимать, он нужен весь, все сплыли, для того, чтобы продлевать вот этот вот стан, все просто, но если все за стакой, то может, да, получиться убить ее, возможно, Раивен даже не успеет БКБ нажать, у него, кстати, нет траволов каких-то, то есть теория, в длительной драке, как-то где-то перетянуться, с байбека прилететь в нужную точку, не факт, что получится. Мне вот нравится, вот на самом деле, хоть Раивен именно вот по индивидуальному скиллу, может быть, где-то чуть-чуть, чуть-чуть проседает, от классических, там, не знаю, керри, там, типа Пьюра, там, и так далее, но вот мне нравится всегда, как он билдится на линии, то, что он играет без траволов, мне это вот прям очень нравится, то, что он просто сразу вот эти вот 2000, он тратит в, более важные шмотки, то есть у него, есть вот эти вот, скади, кераса, которые ему нужны тут просто кровь из нас. Ну, я, кстати, видел, что он травола однажды собирал все-таки на этом дпс, я думаю, что это связано с тем, что давить и пику дикслейт, и тебе надо побыстрее, да, включаться в игру, а траволами ты отгоняешь. Ну, вот, зачастую я видел, что он без траволов бегает, просто с браунбутцами. Ну, и пока, муспида, и телепорт стандартного более чем хватает, Клок прикупил для себя Алибарду, можно накидывать на Лину, но тяжело это будет сделать, откровенно говоря. Хотя, это будут какие-то хукшоты удачные, почему бы и нет, однако сейчас Блэклист купили гем, и до этого у гикслейт всегда было преимущество по Вижену, то есть они почти каждый файт начинали с того, что под свой опс заходили. Сейчас такой ситуации уже не будет. Почти нулик появился у Марси. Я думал, мы сейчас устроим челлендж с тобой, что мы не будем говорить. Ну, кстати, плюс чат, если бы хотели. Это как, знаешь, как типа в фильме, когда двое на тачках друг друга едут, и кто первый срулит? Сейчас это был ты, знаешь, я сидел до конца, даже вообще не переживал ни секунду. Я тебе так скажу, в той ситуации на машинах я бы тоже первый срулил. Если бы это произошло смог на смог, ничего себе. Вот это будет интересно. Помнишь, за рубу в начале этой серии до крипов была на речке, вот сейчас можем увидеть то же самое в идентичной позиции, только уже при шмотках, кто сильнее 5 на 5. Ну, Vision, Vision есть только у Geekslate, правильно понимаю? Вот вард стоит вот там один, и все, а вот в этот же, примерно в это же место ставят и Blacklist. Найдут ли они вард гиков? Непонятно. Кстати, он такой хитренький, хитренький вардец, на самом деле, крутой. Все-таки, все-таки находят, все-таки находят. Это с антрелями, знаешь, что можно не зацепить хитрый Vision, а демон, ты все видишь прекрасно, и варды на территории, где-то их не можешь охранять, они не рабочие абсолютно. Подтянили пополам карту команды. Какой же пот идет, да, потому что есть понимание, Blacklist, что по факту один файн отделяет их от мажора. Безусловно, я там проверил информацию данную тобой, что действительно все игроки на мейджорах уже бывали в разных коллективах, но попасть туда спустя там 2-3 года это очень достойный результат, если еще там что-то показать. Да, ты такие вещи, конечно, говоришь, был ли кто-то на мейджоре? Я не знаю, у нас тут вся студия аналитики почти была на мейджорах. Там был вопрос, может быть, кто-то не был из Blacklist, но потом, да, я понимаю, у меня единственный вопрос-то больше по пятерке был на самом деле, но пятерка тоже была. 8-5 коэффициент на X-Late верят в их победу так себе, бутбум, но поверьте вы в какой-нибудь из этих кэфов, зайдите на сайт, удвоите свой депозит, если не нравятся кэфы здесь, можно всегда там на третью карту залить, либо на следующую серию, напоминаю, у нас сегодня будут еще и переигровки, талон там будут сражаться против того, кто проиграет в этой паре, будет битва за пятое место, за 30 дипси-поинтов, что тоже важно. Это очень важно. Нет, ну это же как в том сезоне, сколько там не хватило в Virtus.pro? Очень мало, очень, чуть-чуть там, по-моему, один поинт или что-то такое-то там было. Ну там вот эти штрафы всякие залетают. Поэтому вот эта вот тридцаточка может порешать. Еще как же, так что смотрим-смотрим. Эти места же еще решают, если ты будешь потенциально играть там квала-те же наим, в пассиве. Поэтому не стоит. Просто знаешь, ты в начале там где-то сезона думаешь, да ладно, 30 очков, а по итогу под самый конец вспоминаешь каждый матч, который ты бы мог отыграть лучше. Там на мейджере, в дпс самом и так далее. Третий Рошан, кстати, появился, дабл дэмэдж у Карла и вообще Рошан может лопнуть очень-очень быстро. Дикслейд сюда идут и если хотя бы кто-то из сапов раздревили, то это будут очень плохие новости. Излетает ракета, испугались, нажали смог и сами пойдут обходить. Но план-то неплохой на самом деле, потому что ракета в КД и это окошко в 10 секунд, в котором можно напасть. Карл видит, но отличный блинкаунт в итоге ловит Тинни на лассо и эту цель они должны сберевать очень-очень быстро. Тинни правда с байем, хукшот полетел, ку-ку, пока что по КП бегает, никуда дум свой не давал, Ю стапается к нему. Хороший килл от Гигслейд, позиционку они захватывают и тут бить Рошана. Будет ли какой-то бай? Тум прыгнул не туда, прямиком в дизейбл и Ю начинает разваливать. Вет Гроу взлетает, но Кокс-то бьет Рошана и можно забрать сейчас Югиду Бессмертия. Вет Гроу взлетает от Роджа, краденый, туда же Морть Маркисас, но Туму очень плохо, ку-ку выживает, такие заставили Тинни прожать бай, Югиду Бессмертия забирают для себя Дигслейд и главное просто отойти. Табар подставляется, есть дизейбл, она без БКБ, кстати говоря, нужен сейв хотя бы какой-то, а где тиммейты? Марси убежала, Кокс-байм, но без хукшота и это будет четвертый килл для команды. Влэклист, несмотря на очередную эгиду, которую крадут у них из-под носа, файты они выигрывают. Очень много собрал Кокс с Рошана, то есть там есть и Аганим, не знаю, взял ли он там сыр, ага, сыр у нас, сыр у нас у Карла. Ну, Аганим это много и на самом деле подупал Нетворс у Блэклистов, потому что еще Карл байбекался. Ну, Нетворс сейчас, я думаю, придет примерно в то же место, где и был, с учетом того, что там Пларку хотят развести на бай либо снести минимум одну сторону, но Дикс Лейд мощный пик, чтобы дефаться, там две бочки летят у тебя постоянно, можно какие-то коги удачные поставить, ракеты, фейтболт Рубика, в общем, крипы здесь не живут, буквально, но Рейвен бьет до конца, сыра, кстати, передали Лине, чтобы ее не могли как-то заберстить, ботинок в таком файте лобовом столкновении особо не нужен, падают те самые бараки, и вот тебе Нетворс, да, и вот тебе преимущество 10 тысяч, которое пока к Блэклисту возвращается. стаки у Лины закончились, сейчас будет посложнее, на самом деле, если чуть-чуть, чуть-чуть вот под, вот зареспауниться у нас темпларка, и тут можно будет еще и подраться, мне кажется, они сейчас испугаются, и не пойдут, или пойдут. Можно на самом деле секунд через 10 уже сетапить как-то. Можно как-то нажали Лассолину, затянули довольно далеко, там имеется сыр, на самом деле, БКБ, но не успевает нажать Рейвен абсолютно ничего. Погоня за Ку-Ку, сбить пока что в БКБ ТП нечем, хороший размен, забирают снэпку, в сторону тоже задефали. Вот тебе и Марти. Сейчас такой момент, на самом деле, у него сейчас будет уже манулифайер, и он будет снимать снимать Ливенг Армор, если там какие-то теоретические там диски, какие-то там ну, дума, да, условного. Так там ДД, слушайте, Кслейд сейчас могут выиграть встречу тем, что пойдут вперед и разведут тут же Лину на Бай, но мешает Т2. Нету Глифа при этом у Райдиант. Ну, наверное, Байца Лины не станет, 50 секунд можно как-то пережить, пока Т2 заберут, пока упадет там центральная вышка, потом Глиф обновится, все будет окей. Ливенг Армор спасает в этом плане довольно сильно. Снепка может байнуться в теории, нажать там вот Маркисос, если это прям будет необходимо, но пока в этом смысла хотя есть. Байнулась. Ну, может и Лина байнуться под атаку, наверное, но на самом деле у Темп Ларкета байбэк есть. В этом проблема. И если там вы нападете просто в нее, Гиг Слэйд могут просто выйти, наверное. Очень опасная сейчас заруба ожидает нас на рампе команды Райдиант. Единственный плюс, что у них том там запушен, но не сильно, поэтому ХГ врага не страдает абсолютно никак. Первый парап упал на 45-й минуте, за ним летит и второй, Гиг Слэйд с собой довольный и отходит назад. Игра в нуле? Да. Очередной крутой мув на Рошане. До этого Форос украл Игиду Бессмертия. Если бы он этого не сделал, игра бы скорее всего уже закончилась. И здесь, да, тоже классный момент получился, что выгнали оппонентов с этого Рошана и там Пларка просто бил, а тиммейты впитывали там Эвергроу и так далее. Да не все погибли, размен получился 4 в 1, но как ни странно он выгодный. Да наконец-то нормального героя за лассо убили Нилину. У Аганимта, у Фороса, слушай, это интересно. Я думал, Тумпларка возьмет на самом деле этот Аганим по итогу. Ну, прикольно с одной стороны, но, знаешь, можно прям какой-то тимфайт выиграть соло на этом бетике, если грамотное лассо кинуть. Ну, посмотрим. Просто есть подозрение, что когда-то на бетике с Аганимом и когда ты об этом думаешь, чтобы дать вот такое лассо получше, то мне кажется, ты можешь ошибиться еще больше. Ну, кстати, линка у Лины и можно за счет лассо, да, цеплять ее через другого героя. Ну, там, знаешь, такая линка, она не шибко спасает, потому что есть трубик, он ее моментально сбивает. Если какие-то нейтральные айтемы, там, фарсляли, барда, кстати, имеется тоже. Ну, вот, две линки, это другой разговор, потому что можно обновить на Рейвана, повесить, и в теории за какую-то крутую кнопку тоже лассо нажмут. Будет другой момент. Ку-ку, кстати, это уже третий момент, и заметил, давно ли, на 47-й минуте. Но, по идее, карта за выход на мейджор так и должна выглядеть. Скорее всего, скорее всего, ну, Рейвен уже просто, не знаю, его уже просто не остановить, да, у него миллион уже артефактов, уже сапог он просто продал, не нужно ему вообще. Надо глипнир покупать в этой ситуации, или, мол, они уже со временем станут ненужными, и их надо будет менять. Я сейчас не знаю, почему у него до этого не было глипнира. Как-то не видел смысла. Возможно, знаешь, глипнир он мог купить на пике силу Диг Слейт, когда там были, типа, все БКБшки, и это, ну, не самое лучшее слот был в данном моменте. Ну да, он решил себе скади выкатить ранее. Что, кстати, помогло ему, помнишь, он там в моменте выжил, глипнир не факт, что дал бы столько же выживаемости. Мне кажется, нужен какой-то ему там, хотя, вот я подумал, что ему нужен блин, да, для передвижения айтем, но у него, по сути, есть и мундспидс пассивок, да, и у него есть Shadow Blade, так что передвигаться ему проблем не составляет. Но он у него даже 371, если, если с семью пассивками. Он себе еще шарт прикупил, как раз, он для физической Лины, не сказать, что очень сильно нужен, но там так получилось, что он этот шарт, там форс, он прыгнул, крал, а едет, он шарт поднял и активировал, чтобы вдрать и усилиться хотя бы как-то. Не сказать, что помогло, но тем не менее, ТП заставляет нажать двух героев, Geek Slate, ну круто, запушили два лейна, опять же, мид постоянно пушится. Карл жесткий, дэмод же у него, конечно, навалом, только почему-то не видно у него критов, обычно вот такого тени можно увидеть с критами, вот у него вместо этого Татаник, наверное, что-то против, что-то против Бэтрайдера или что. Ну, в том числе, да, надо жить, какой-то фронтлейн организовать, чтобы Лина настреливалась далека. Этого уже может быть достаточно. И вот он смог от команды Блэклист. Знают Geek Slate, где оппоненты находятся теоретически, поэтому должны подозревать, что смог, может быть, нажат. Разрисовали всю карту. Мне кажется, сейчас нервишки, и вот по ощущениям в таких матчах обычно очень много мисплеев, знаешь, как раз игра нечистая, потому что все команды волнуются, ты переживаешь, что вот он мажор, он так близко, он так нужен. В первую очередь команде Блэклист, конечно, потому что игроки максимально опытные, и хотелось бы на международные чемпионаты выходить. Но хотелось бы и молодых увидеть на мажоре. А у них не все потеряно, я тебе так скажу. Даже если здесь что-то пойдет не так, там еще и переигровка, все дела, шансов довольно много. Вот обидно будет, если пойти по стопам ВП, знаешь, только не на Инт, а на мажор не попасть, там, несмотря на то, что у тебя очень много ситуаций, ведущих к этому, по сути. Тут с кем, кстати, так прилетел, будто бы хочет обходить, и драка должна быть от X-Late с двух сторон, зажать оппонентов в тиски, в какие-то. Стоит у них обсервер, ну, подсчитают его. Буду стоять на обсервер, ждать опенинга какого-то для форса, чтобы он кого-то дал лассо. О, ну, сложно, сложно уже тут дать лассо, там, у каждого линка, у каждого, там, не у каждого диск, но, наверное, лучший, лучший таргет это Тинни. У него как-то проще всего все это нажать душом у него, еще сейва особо нет. Есть у него этот вот сатаник какой-то сомнительный, но мне кажется, его очень легко будет сберстить даже с сатаником. Такой забавный билд УЮ получилось там. Я, насколько понимаю, у него просто щиток там, ну да. И погнали. Просто нормон. Ну да, чтобы выживать как-то, переживать эти тычки там плора, ассасины Марси, которые прыгают в него так или иначе. Но мне кажется, основной опасностью тут бейтик, конечно, является, который, если тебя найдет, он не отпустит, явно. 25-й левел скоро, кстати, будет у Марси. Очень, очень сильно скейлятся вообще. Вот 25-й левел А у Гигслейт, у Темпларки это куча рефракшенов вот этих вот инстансов, а у Марси это сайдкик БКБ. Рефрешер появляется у Темплара Ассасин. Ну, два БКБ это звучит сильно, куча рефракшенов, безусловно. Как ее пробивать, не знаю. Нет такого героя, который быстро бы эти рефракшены забивал. Конечно, там лупит Лина нормально, у нее атак спиды хватает, но, тем не менее, тот же Тинни он может прыгнуть, знаешь, вообще 0 демеджа нанести абсолютно, потому что все тычки будут задоджены. Аюнтис, кстати, уку-ку. Уже 2 минуты до Некст Рошана, скоро уже, скоро уже следующий появится. Думаю, что-то будут делать. Мне кажется, будут ждать, пока у всех, у всех не будет байбэков, все не будут в тайминге, и будет, все, мы все закупились, топ-10, либо битв, вот это все. Да, да, мы самые сильные, ну, это, кстати, смог. 25-е есть у Марси? Ку-ку подставляется, но его не взять, там Айо, на самом деле, линку сбили, повесили на свою, не стал БКБ. Блинг неудачный получился, но Тумы развели на БКБ, как минимум, это уже хорошо. Ладно, он был не в БКБ с кем, он был в сайдкике, у него талант на невосприимчивость к магии. А, все окей. Ну, на самом деле, он отлично жал, 40 секунд его нету, не то, чтобы это прям сильно как-то уничтожает команду Диг Слейд, Марси без этого нормальный, 30 секунд можно пережить, Рошан появится только через минуту, у Транта талант на 20-м, еще больше армора, ну, это, конечно, все нивелирует, но в теории, если Ливен Кармар будет висеть, ой-ой-ой, там очень много вот эти тычки вообще не чувствуется. У Раивена, у которого и так КП в достатке. Ну и что, Рошан, 30 секунд, есть ли еще вообще, вот наличие смоков, есть ли еще смоки, вот знаешь, надо еще какой-то вот такой момент сделать в продакшенах, мне кажется, знаешь, добавлять наличие смоков, вот есть ли они в магазине или нет, чтобы можно было смотреть в минуте до этого, в такой минуте, да, это было бы вообще круто. Ну, много классных идей, знаешь, если все это поместить на экраны, ой, сколько, простите, 64, да, если я все верно читаю, да, ну, так себе, честно скажу, вот было бы 80, я посмотрел, на самом деле, резист там физический, абсолютно бешеный, у Лины, ну, есть свойственно, как магу, иметь мало очень армора, это все-таки не ловкач, и для Кора это обычно слабо, где-то в лейте тебя сильно пробивают с руки, но тут тренд это все полностью нивелирует. Огромная пачка, Observer, Odair, поможет ли им это как-то начать драку, Рошан уже появился, об этом знают и Дикслейт, и Блэклист. Выходит, кстати, Карл на пачку, и Рейвен выходит на пачку, просканили их, под Линкой, под вторую, не напасть на него. Ну, Тинни хотелось бы, да, как-то зацепить, наверное, но они все уже обросли вот этими атефактами, защитными, а Тинни как-то у него только БКБ, и за Лассо можно его уничтожить, но если он нажмет Сатаник и пару ударов сделает, то будет другой разговор. Надо как-то, знаешь, так сделать, чтобы Топларок только была под ним, и тогда попробуй ее пробей в моменте. Хаста появляется, не самая важная руна, на Рошана стояние. Хотелось бы какой-то дабл дэмэдж увидеть, возможно, Аркеин для Форса. И вот тот Глипнир, который появится на хорошем тайминге. Ну, а что еще ему покупать? Ну, ладно, мне кажется, надо менять эту шмотку и, типа, покупать что-то другое, не молнии. Зачем ему уже молнии? Мне кажется, Глипнир очень плохая шмотка на данный момент. Так что можно было бы продать спокойно. Ну, у него урона маловато, действительно, если так посмотреть. Ну, да, маловато и армора тоже. Армора... Да, хотелось бы что-то взять. Ну, вообще, у него очень много защитных артефактов. Мог бы, действительно, что-то на урон купить. Ну, ладно, моего урона хватит. По дальнейшему я не удивлюсь, если у Раюфана и Аганим появится, несмотря на то, что это физическая лина. Там уже просто слоты будет некуда девать. Та же ситуация и для Топларки. Вообще, ее Аганим, конечно, сильно бьет по макро, смог, бьет пока что Рошана Фокс, повсюду растаяла свои ловушки. Они, кстати, не шардывают до сих пор на 55-й минуте. Ник Слэйт могли бы этого Рошана уже убить по ощущениям, но испугались и решили отойти. Не-не, все правильно, все правильно делают. Под свой варф. Будут его защищать, обронять. Прожег Лассо. Попытка заберстить Снэпку довольно удачная. Убили ее только за Лассо. Там есть три фрага в случае чего. Хороший прожег от Рэйвена. Рэйвена, скатрили его. Лассо сюда же. Куку сейчас выдаст свой дум, но это Рэйвена может и не спасти. Нету никакого подкила Рэйвену. Как же больно. Его пробивает. У Лины есть бай. Нажимает бай. И она, и Трэнт, и Снэпка. Отличная драка для команды Гиг Слэйт. Рошан до сих пор стоит. Но стоит регрупнуться отойти, потому что много ресурсов потратили. Бетик тоже два лассо уже выдал. Просто байбеки и все. И стоим дальше. Ну, как будто надо отдать Рошана на самом деле. Без лассо, мне кажется, они не подерутся. Ну смотри, там есть, да, Линкины и Дум все еще сохранил для себя ку-ку. Поэтому способны хорошо подраться сейчас с Блэклист, но такое ощущение, что они очень опасаются. Надо бы руну прочекать. На поте заспавнилась ДД. С дабл дэмэджем чуть попроще будет Рошана пробивать. Возможно, это нивелирует как-то отсутствие БКБ. Опасно просто. Ведь Лина без Блэкинг Бара и удачный прыжок от Марс. И если она на фиде, то все, это минус трон будет. Аганим появляется, думаю, на 56-й. Вот у Темпларки бы хотелось бы увидеть Аганим съеденный, чтобы она могла расшатывать вот эти вот линии. Кстати, вот... А, не-не-не. Мне показалось, что она съела. Не, не была. Но планирует съесть однозначно. Аганим у кулака. Тройные ракеты летят. Все абсолютно скаутят. Момент может зарешать двойного овергроу, потому что Трэн тоже рефреш на себе подвозит. Да не. Ну посмотрим. Да, что он дает? У Марси сайдкик, сайдкик БКБ, у Темпларки 20-й талант. Ну да. Плохая шмотка. Только если как-то задумить Марси. Будет круто, если тренд будет 25-й, когда там будет талант на Undispelable Overgrowth. Вот тогда это уже другой разговор. А так это... Ну ладно, это задел на будущее. Еще минут 20 поиграем. Да не факт, на самом деле. 20 минут поиграем, если Кокс не заберет Рошана, а он очень уверенно его пробивает. И неужели дефать Блэклист не станут. Две жизни у Темплара. Ассасин. Очень много денег в Гигслейд получается, это ворошено. И на самом деле такое ощущение, что Блэклист сейчас становится играть очень и очень тяжело. Ну вот как? У тебя нет баев сейчас на Нине, а там столько сетапов. Надеемся на идеальную игру от Рейвена, чтобы он вообще не подставлялся, выписал кучу демеджа. Да просто со временем хоть по чуть-чуть все у Гигслейд еще появляется. Не сказать, что что-то может появиться у Блэклист. Уже там 6 слотов у этой Лины, там 6 слотов у Тини. А у Гигслейд вот у них появлялось по чуть-чуть. 25 левел там на Марсе тоже решает. На Бэтрайдере там еще далеко не все шмотки есть. Там еще по-моему Актарина даже нет у него. Прыжок, Лассов, Тини. Тини у нас байбэка. В случае чего Карл неплохо на развороте начинает разваливать. Есть Сатаник отхиливается. Он уже не на Гигслейд потерять позицию. Немного отойти. Там, кстати, Норман залетел по-моему не туда немного. Да, его поднимают бракас Тини. Он явно не переживет. Минус ключник. Стой секунду. Он, кстати, без Бая. И это никакой-никакой позитивный момент для Блэклист. Им в первую очередь надо выиграть время, Что-то подошибся, конечно. Он непонятно, что он там делал. Ну, я думаю, там, знаешь, был момент, что Карла сейчас убьют и ему надо задержать остальных. Фукшот, наверное, да. Думал, что Карла убьют. Но Карл там нормально повыживал. Вот тебе и Сатаник, да? Злосчастный, о котором мы говорили. Будет ли у Тини вообще аганима какой-то? Ну, наверное, он тут уже не особо нужен. Раз взял наш Реш, как говорится, тут уже перебилд не выйдет. А вот для Лины хотелось бы, наверное, что-то поменять. Потому что пока наткнулось в свой потолок, что аганим какой-то покупали. А ты знаешь, что делает аганим у Марси? У Марси? Ну, там КД, баф анлиша. Ну, а какой баф? Какой непосредственно? Ну, я знаю, что точно там перезарядка уменьшает. Ну да, на самом деле все остальное там это не важно. На самом деле все, что этот аганим действительно дает, то, что он дает 20 КД редакшна на ульт. Но это очень сильно. Это очень важно, да. Ну, ты можешь, грубо говоря, чуть ли не вот на такой стадии за один файт два раза нажать ульт, наверное. Ну да. Либо с Бая прийти с этим ультом. Тоже важный момент. И терпеть айтемы выпадают, что для Юго-Восточной Азии уже... Мне кажется, моветон, если терпеть айтемов в игре нет, как на первой карте это было. Хотелось бы на них посмотреть. Мир отшилд, кстати. Вот такие шмотки для Raiden в первую очередь актуальны. А то там лассо вот эти всякие. Но, как обычно, знаешь, согласен, согласен. Тебе нужно айтем, он не выпадет никогда, а оппонентов он будет. Не, ну слушай, вот есть Мир отшилд у Кокса тоже. И ты в него тоже дум не дашь, например. Ну, когда у тебя гоним тебе, будто бы немного все равно. Я так сейчас смотрю на эти грифсы на 60-й минуте. Такой, я такой думаю, зачем нужна эта шмотка? Вот почему Форс все знал. Вот у него нет грифсов и он знал, мы будем играть 60 минут. У меня эта шмотка не нужна. У меня не надо. Смог от Geek Slate разминулись немножко ребятки, но пушится мид пачка. Это всегда очень важно. Это всегда очень важно. И вот пушатся. Вообще по вейвам крипов тут намного сильнее Geek Slate пока выглядит. И вот сейчас отсутствие траволов от Raiden, конечно, кстати, здесь может быть флай, да, там Тинни в позиции, готов прыгать. Кто бы просветил, есть Observer, готовы его защищать. Полетели ракетам от Маркиза, чтобы дать Vision, по крайней мере, Ку-Ку прыгнул куда-то с агонимным Думом. На самом деле застанели здесь Рубика, должны его забирать. Хорошее начало флайта. У Роджа, правда, всегда будет бай. Если вдруг что-то пойдет не так, а что-то не так уже пошло. Но Дум в кулдауне нет рефрешера. На самом деле и Октарина в том числе, то есть его не будет 90 секунд. Какой же опасный Дум, просто огромный. Слушай, а там Тинни нашли, там нашли Тинни. Полетело в него Лассо, много демиджа, может быть, опять получится нажать Сатаник, но там Лассо удваивается за счет рефрешера. Ку-Ку уже без БКБ, его надо спасать. Снимается этим тиммейтом и поймали Линну, а вот эта Кабелла на бисбае. Нельзя Райвену здесь никак умирать, но он в неплохой позиции. Стан залетает, Mirror Shield сейвит пока что Кокса. Летит с кем сюда? Фронтлей нить. Команда отходит. У Кокса нет демиджа, он без Дизоли умирает. Тинни только за два Лассо с рефрешером от Форса. Нету демиджа, нету. У него Аегис и рефрешер, но Дизоль в бэкпаке. Он не наносит урона вообще. Надо умереть получается. Либо чтобы закончилась Сидина. Сейчас закончится 12 секунд. Тут уже Аканим, полетели. Качаем топ, фармим, еще минут 30 поиграем без проблем. У него 10 тысяч голды на руках. Я уже рассказывал, как в Старкрафте должна быть миссия. 10 тысяч голды ты нафармил и автоматически выиграл. Тут тоже так же. Надо чтобы ты нафармил в Доте, например, 20 тысяч голды и все, ты победил. Ты можешь купить победную шмотку какую-то. Было бы круто, если бы ты мог какие-то вейвы крипову насылать. Там 10 динозавров в базу. Типа, как в кастомках некоторых есть такое. За 20 тысяч голды, я не знаю. Такой я бы взглянул. Ну, Рошан, по ощущениям, уже не так много дает. Знаешь, то есть Аканима, вот это все полезно, безусловно, но две жизни на корот. Ну, Аегис только в минус, ты тратишь слот. Так да, в этом и дело. Возможно... Поэтому надо какой-нибудь пятерки давать, Аегис. Слушай, я только сейчас заметил, какие проблемы у Куку с левелом. У него до сих пор нет 25-го на 63-й минуте. Ну, как-то такое себе. Он же без Мидаса. Кокс, не выпустил бы Мидаса вообще никогда. Представь, сколько голды бы сейчас было. Проиграл бы, скорее всего, уже. Да, да. Ну, если в теории затянуть, то было бы интересно. Но против такого темпового пика Мидас ты себе не купишь, к сожалению. Рефрешер для схема тоже нужен. Когда-то считает вообще эти проценты сейчас. Мне кажется, вот сейчас все это максимально на исполнение. Кто как нажмет кнопки. Потому что какие-то командные передвижения, они вот в таких стадиях, они очень тривиальны на самом деле. Там выходишь, там ставишь вард, стоишь под ним. Команда против тебя, она там, если она ведет, она... Все, что ей надо сделать, там, снять твой вард и тоже встать тут своим. То есть эти вещи там уже всеми изучены, натренированы, да. Поэтому тут кто как кнопки наживет. Какая большая Марси, ты смотри на нее. Марси гигачат на ваших экранах. Я, честно говоря, первый раз вижу ее. Очень смешно ее выглядит. Гигантскую Марси. Моделька, что она такая огромная. Но она выросла. 60 минут игры уже, все. Интересно, было бы на такой Марси именно в сете горничной посмотреть, как она выглядит. Прикинь, тебя горничная огромная лупит. Ты думал, что тут смотри. Битва титаном какая-то. Должна начаться. Ну, думаю, как будто и должен быть такой вот в Марсе. Не знаю. Мне кажется, нет. Смог нажимает гигслейд. Кстати, помнишь, я говорил, что в этом регионе можно как-то ловить. 8 было на гигслейд. В моменте. А сейчас сыграет 50 на 50. И даже по мнению тута плюс, гигслейд впереди. На несколько шагов. Лотус у Тимса. Есть какие-то контромеры против этого лассо. Опять смакать друг друга найти не могут. Думают, что... Думают, гигслейд, что бэклисты где-то прячутся. Там в их лесу. Ну, там никого. Мне кажется, ку-ку надо уже книгу какую-то дать. Почитать. Потому что 24-й левел на думе не солидно выглядит. Это я так тебе скажу. Хотелось бы что-то приобрести. Свифт блин, Катлины. Шмотк на урон не появится. Чисто на ускорение своей атаки. Так, Арл бежит вперед. Он тоже такой массивный. 4 500 хп. Много армора. И у Тини в том числе. И на самом деле, да. Тампларки очень тяжело будет пробивать тут кого-либо. Если этот армор не нивелировать. За пуш-лимит тоже там будет страдать барак. По идее, кто-то с гигслейд либо должен лететь дефать, чем и занимается, кстати, кто у нас тампларка. Но она довольно быстро это делает. У нее аганим, да. Ей наплевать вообще. Очень быстро она вернется к тиммейтам в любой момент. И Рошан, кстати, появляется. Нет байбека у Тринта и у Рубика. У Рубика по таймингу, у Тринта по деньгам. Ну, у Блэк Лис есть преимущество. Да, можно эти деньги заработать как-то. Да-да. Я посмотрел, как Карл стучит по кому-то. Сколько у него там урона? За тысячу, да? Вот были бы криты, но у него и так есть, правда. Не солидные. Минимальные, бюджетные. Но этого уже может хватить. С таким демаджем, на самом деле. Боятся пока заходить в Рошана. Прочекал там аккуратно дум все это дело, чтобы оппоненты немароком не зашли, не заберстили его. Но с другой стороны, Рошана это чисто как повод, знаешь, место для файта. Иначе я это не назову, просто арена. Потому что Эдис много не дает. Прыжок от Ку-Ку. А если забер, смотрите, вот сейчас два овергроуа Тринта может прийтись к стати, задержать как-то Марси в этом думе. Она упрыгивает отсюда, но погибает Беттик. У Нормана тоже некие проблемы имеются. Думаю, очень много импакта выдал. Просто отсудил всю команду. Умрет сейчас еще и Клокверк. Это минус 2 две команды Blacklist. И можно забрать Рошаны, если они этого хотят, конечно. А они хотят. И под бай будут ли драться, Дикс Лейд? Слушай, два байбэка стоит ли того сейчас? Кам трэпа стоит, разбили трэпу. Бай нажали. Минус 6к моментально. Ну, нету дума. Нету дума. Но принес рефрешер вот именно в этот момент. И они думают, что дума-то нету. Да-да-да, его не видели. А вот это сейчас то, что можно... Вот это может пришли. Или они видели? Погоди, у него был же рефрешер или нет? Это важно. Если не было изначально в инвентаре, то... Изначально не было. У него сейчас он появился, и у него нет байбэка. Он сейчас увидит, по идее. Да, там уже вижена много. Было бы круто, если бы смог нажали, знаешь, обрагать. И его видят, почему вы его не убиваете? Он полетел еще, аганимный двух героев сюда зацепили. Прыжок от схемы. Можно заберстить все, что только движется. И получается это сделать. А дум-то без бая. Покупка рефрешера не окупилась. Ребята, летим за рунами богатства. Собираем все, что там есть. Иначе никак. Иначе дум без бая. Рошан достанется к команде. Дикслей, да мало того, они же потом и сторону пойдут ломать. Поэтому надо бы эти рунки собрать, чтобы голда появилась какая-никакая. Ну вот тебе аганим на Батрайдере, слушай. Ты говоришь, вот этот идеальный момент, но случился. Я тебе скажу так, что они еще так долго решались. У них стоит вот там на горке вард. Туда прыгает ку-ку. У них нету детекшена. И он просто не понимает, что он стоит на банально на варде. И они такие, говорят, нет, такого не может быть. Не может быть, что он просто так там встал и не байтит. Но на самом деле он просто так там встал. И его взяли в лосо. И еще там Тимс, это как бонус зашел. По акции. На депозит. Утвоение произошло. Так что от параса с этим аганимным лосо. Ну здорово получилось, ничего не скажешь. С другой стороны загуляли как-то, тебе не кажется? То есть куда дум-то идет вообще? Команда была бы далеке максимально. То есть даже если он на кого-то зацетапил, коллектив бы не успел подключиться. Разбери на бай. Видишь, только он купил рефрешер. У него нет байбэка. Это обязывает его что-то сделать. И вот поэтому он пошел так далеко, скорее всего. Мог бы подкачаться, появился бы бай. Но, кстати, и так уже по голде нормально. Тайминг переждали. 30 тысяч ведут кейкслейд. Эти деньги просто как горячую картошку уже команды перекидывают. Деньги не решают уже. Да. Деньги там были. Я хочу самую долгую игру на этом DPC. Было, по-моему, 78 минут, насколько я помню. Это не изменяет память. Нужно побить рекорды. Именно в катке за выход на мейджор. Я так тебе скажу. И чтобы, если сейчас победили кейкслейд, на третьем апу уже сил просто не осталось. Блэклист, чисто по морали их задушить. Стоять чисто на горке у себя. Вот это битва с замков какая-то. Никто не решается куда-либо пойти. И Блэклист, я больше понимаю, чем Дигслейд. Потому что никакое никакое преимущество есть. А Блэклист, они тут и байкуют, потратили. Но с другой стороны, там бэтрайдер тоже. Видит на трэпе DD. Сейчас кокс. Будет ли забирать? Да, да, да. Побежал, побежал. Ну, вот эти паварабы сейчас решают. Бьет ли что-то ТТТ? Я вот тут вот думаю, на самом деле, ты говоришь, решают. Ну, для Темпларки, наверное, нет. Не понятно. Плюс 200 дэмэджа. Ну, криты тоже могут быть мощными. Тут тройные ракеты полетели. Оппоненты в смоке. Кстати, Карла можно раздревили. Сейчас Форс уже готов прыгать в тень. Будет ли он этим заниматься? Не видит он никого из-за того, что они в смоке. Так бы уже давно прыгнул бы, скорее всего. Ну да, в темноту он не прыгает еще и по причине того, что нету бая. И если умираешь один раз на бейтике, то второй раз, скорее всего, тебя тоже не выпустят. Уйти не с Энджин Дьяша, чтобы быстрее из лосо выходить. Видимо. Нет, Тинни вообще. Попробуй меня забери. Сейчас еще и 30-й будет. Вторые тревола просто. Кикбай. Нормально. Тут вообще шмотки интересные у всех. Появляется Карл. Кикбай. Полетели вместе с Томом. Марси опять подставил. Двойной лосо. По тренду на веру игру не успел нажать. Еще и Лина не бьет в БКБ все это время. Но нету Кокса дэмэджа по ощущениям. Ты посмотри. Он просто не наносит урона в этот армор. И теперь Лина второй волной готова заходить. Но Рейвен уже без БКБ. Карла должны заберстить. Марси опять же байнулась. Хукшот куда-то вдаль. Тимса заберут. Это понятно. Напали еще и в тренда. Скорее всего, будет 3 фрага здесь за командой гигслейд. Снепка причем без бая. С кем байбэкнулся? Из гигслейд. Ну будут опять сейчас баи. Могут ли что-то без этих лосошек гигслейд? Мне кажется нет. Нужно ждать кулдаунов. Ну подпрешерят. Может на физит еще? Как-то очень боязливо играет Рейвен. А, есть рефрешер у Форса. На самом деле 30 секунд ему. У него вот есть Эктарин. 30 секунд ему до второго лосо. У Думы еще Дума не будет. Можно подождать. Либо развести Куку на рефрешер. Как минимум. Пройдет просто вперед. Сбивает Линкен. Поднимает его. Хватит ли урона. А там нормальный бюрер слетает от схемы. Но с кем сам без байя. Если чем его остановить в БКБ нет. Куку нажимает БКБ. Выживает здесь. Кокс потерял позиционку. Пытается улететь. Дают ему это сделать. Контроль в Блэкинг Бар пока не появилось. А вот Карл готов сетапить. Норман на месте. Тос полетел. Клок там без байя должен быть. Да, так и есть. Но его попробуйте бери. Там форстапы. И очередной лосо уже по двум курам. Как же солит эту игру форст. Ты посмотри. И демч теперь должно хватить. Рейвен проживает бай. Темпларка вернулась. Файт сейчас замочить Трента самое главное. Не будет Ливенк Армора. Он без байбека. Ти не падает вместе с ним. И всего-навсего два героя. У команды Блэк Лист будут оборонять эту базу. Вау. Что вытворяет конечно форст в этой каточке. Это просто сумасшествие. Насколько он. Как они имеют право. Как они имеют право давать коксу Бэтрайдера. Когда у вас есть такой чувак на бетике. Который просто в соло. Дали ему Аганиму. Он просто сцикопал. В одном файте. Потом во втором. Не прощают они Блэк Лист. Рейстница Снейпка. Через 20 секунд будут мотать Маркизас. Надо как-то бороться. Надо играть до конца. Блэк Лист это прекрасно понимает. Но ничего не мешает Гикслейд поломать вот так вот издалека трон. Если как-то заберстит Тэмпларку конечно. Но не получится наверное. Там и сейф от Рубика. И Клок прыгнет вперед. Тут однозначный тренд. Идти не нужно. Чтобы создали какую-то позицию для Рейвена. Но он идет пока вперед. По Дума. Клейб Нир. Дум поехал. Как я и говорил. Клок останавливает Рейвена моментально. Сейчас нельзя фидить. Все-таки она без бая. Лина пытается сражаться до конца. Но ее здесь уничтожают. База должна падать. Это гуд гейм. Сейф выбираются из преимущества врага. Из казалось бы полностью проигранной встречи. И готовы бороться за выход на мейджор. Если они победят в третьей карте. Они просто обязаны побеждать. Это будет...